А теперь угадай, кто к нам только что вошел. Да, Рик и Келли. Хорошо, передам. И я тебе. До свидания. Куда вы запропастились? Вы должны были вернуться вчера. Что с вами? Погода в Пай-де-Лас-Куэста? Не в Пай, а в Пэй. Пэй-де-Лас-Куэста. Ужасная. Дорогу размыла. Извините, но прежде чем что-то рассказывать, я должен принять душ и съесть омлет. Давай я положу это в свой сейф в офисе. Не надо, я арендую сейф в отеле. До скорого. Но за него же надо платить, а мне это ничего не стоит. Не хочу тебя затруднять. До скорого. Здравствуй и до свидания, Рик. Что все это значит? Конверт? Это для его отца. Я не об этом. Когда вы успели так понравиться друг другу. Понравится? Тебе показалось? Нет. Нет. Так я и знал. Наверное, я тоже экстрасенс. Где ты был? У портье и еще кое-где. Я так волновалась. И поэтому она заказывала в номер на три сотни долларов. Я хотела расплатиться еще вчера. Вот. Я заслужила поцелуй. Откуда бабки? От моего нанимателя. Ты составляешь гороскопы? Мой наниматель, Роберт Барр. Понятно. Все же откуда это, Сандра? Я их не украла, Рик. По крайней мере, не у тебя. А откуда у тебя деньги? Ты живешь в таком номере, соришь деньгами? Сорю я только запасным ключом от номера. Впредь буду осторожнее. Не сердись. Я подумала, что тебе будет приятно, если тебя кто-нибудь встретит. Я не сержусь, но все же... Не думал, что ты спросишь. Ладно, мне надо принять душ и привести себя в порядок. Я весь чумазый. Ты прекрасно выглядишь. Тебя надо запереть. Это мысль. Где ты взяла деньги? Я же сказала тебе, у Роберта Барра. Он решил, что может использовать мои таланты. Ты же сам говорил, что я могу стать золотой жилой, если знать, что со мной делать. И что же он с тобой сделал? Я не такая. А может, такая. Ревнуешь? Не беспокойся. Я себя сберегла для тебя. Только для тебя. Не забудь об этом, пока я помоюсь и оденусь. Зачем? Неужели я должен выглядеть неряхой, когда ты будешь представлять меня мистеру Барру? Роберт Барр? Вполне возможно. Король захвата в компании нацелился на нас? Не в отпуск, Джон, приехал. Думаю, он вообще не отдыхает. Он уже что-нибудь предпринял? Пока нет. Но я все же запросила у наших дочерних компаний списки новых держателей акций. Думаю, он достаточно умен, чтобы не делать это столь открыто, но... Отец знает? Только то, что Барр в городе. Этого достаточно, чтобы у него подскочило давление. Отца нельзя привлекать к этому делу. Это моя компания, и я не стану миндальничать с Робертом Барром. У нас еще есть Мэйсон. Есть. Если только он не создаст дополнительных проблем. Зачем это ему? Хватит о Мэйсоне распаковывая вещи. Здесь? Есть предложение, чтобы ты пожила тут до возвращения к Розе. Я должна его принять? Конечно. Мне нужна помощь верных людей. Ведь это не только наша компания, она останется и нашим детям, когда они вырастут. Это может быть даже интересно. Да, наверное. Если только... Никаких «если». В прошлом году у меня было много потерь, но я чувствую, что настает собачий день. Ты молодец. Это фигурально выражаясь. Мистер Барр, и чтобы на этот раз без кофеина. Роберт, положите эту дурацкую газету и посмотрите на меня. Эта дурацкая газета в настоящий момент является высшим достижением американской культуры. Но и ты тоже достижение. Он всегда такой. Кто это? Рик Костилю. Рад познакомиться с мистер Барр. Вы со мной не знакомитесь, а просто наливаете мне кофе. Нет, боюсь, вы перепутали меня с официантом. Рик мой большой друг. Он хотел с вами познакомиться. Все, кто занимается бизнесом, восхищаются вашим умением загадывать нам загадки. А каким бизнесом занимаетесь вы? В основном инвестициями за границей. А я везучая. Вот я и подумала, что вы сможете использовать способности Рика. Мне негде их использовать. А я знаю, что есть где. Лучше бы ты знала, когда нужно замолчать и уйти. Сандра, видимо, мистер Барр сейчас очень занят. Извините за беспокойство. Роберт, я с вами разговариваю. Нет, это тебе так кажется. Добрый день, приятного аппетита. Ты знаешь, с кем ты сейчас разговаривал? Конечно. Я вырос в твоих глазах. Ты, кажется, собиралась пообедать. Ты хочешь, чтобы я подождала тебя в холле? Это же твой отель. Входи. Хочешь выпить? Или, может быть, разденешься и потанцуешь перед окном? Зачем ты говорил с Робертом Барр? Затем, что он здесь. О чем же вы говорили? Об американской культуре и о других высоких материях. А как ты с ним познакомился? Он разослал письма. А Сандра откуда его знает? Кэлли, мне кажется, мы перестали быть друзьями. Мне тоже. А в чем большая тайна, Рик? Никакой тайны нет. Мне нужно то же, что и всем. Своё место в жизни, какая-то перспектива. Работа? Тебе нужна работа? Ты что, можешь мне её дать? Возьмёшь меня стенографом или секретарём? Возможно. Но тебя ведь волнует и твой социальный статус. Перестань, у меня от этого голова пухнет. С каких это пор ты воспалала интересом к Роберту Барру? С тех самых, как он заинтересовался тем, что мне небезразличны. Не знала, что мы не одни. Да уж, у него есть выбор. Перестань, Кэлли. Нельзя так разговаривать с женщиной. А как? Спасибо. Почему ты не можешь больше десяти минут ходить одетой? В чём дело, Рик? Испугался? Бог простит, если Кэлли Кэппелл станет хуже о тебе думать. Вряд ли это возможно. И всё же... Что тебе от неё нужно? Она сама сюда пришла. Чтобы спеть тебе колыбельную. Лучше бы тебе последить за чем-нибудь другим. Она слишком глупа для тебя. Красива, но глупа. Не стоит тебе соревноваться в интеллекте со всеми моими знакомыми. Но ведь она богата. Поэтому ты и хочешь у неё работать. За хорошие деньги поддерживать улыбку на лице мисс Кэппелл. Что с тобой? У тебя припадок? Что здесь? Не твоё дело. Как, впрочем, и всё то, чем ты здесь так интересуешься. Я могу сделать тебя счастливым, Рик. А она не может. Вы знаете, мадам, лишь моё место рождения. И больше ничего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok